друзья всем привет вы на канале глюк мастер и в этом видео я буду ремонтировать вот такие вот наушники они полностью работоспособны но тем не менее в них есть один небольшой косяк который нужно исправить и обо всем об этом в этом видосе как обычно будет интересно поэтому устраивайтесь поудобнее и погнали купил я эти наушники уже достаточно давно я уже даже не помню когда они на самом деле очень удобные здесь вот такие вот очень мягкие амбишуры они полностью закрывают вас от каких-то внешних звуков плюс тому они имеют такую красивую подсветку если кто-то смотрел мои стримы то наверное могли видеть меня в этих наушниках они конечно достаточно здоровые вот такая вот здесь подсветочка выглядит достаточно красиво с таким дракончиком по-моему они называются defender dragon что-то в этом роде точно не помню подсветку в общем наушники достаточно классные но тем не менее почему же мне пришлось от этих наушников отказаться а все дело в том что здесь звук мне казался всегда каким-то однобоким как будто бы в одном ухе так другому и как по-другому и мне пришлось даже купить новые наушники я купил себе наушники эти джи а вот от этих отказался они у меня долгое время лежали вот наконец до них дошли руки я решил снять видео о том как я их отремонтирую итак для начала для того чтобы начать ремонт и понять вообще действительно ли это так действительно то что я слышу что они звучат как-то однобоко это действительно правда а почему они вообще так могут звучать потому что в одном из динамиков излучателей просто-напросто перепутана перепутана полярность поэтому сейчас так я разбираю снимаем сразу амбишуры вот такие вот амбишурки они уже кстати от времени просто-напросто вот полопались потому что это не из-за того что а я их так сильно юзал ну хотя наверное из-за этого тоже но скорее всего больше даже из-за времени это все произошло они из-за того что я такой сильно мощный юзер наушников так амбишуры снимается достаточно просто поначалу я даже не мог понять как они снимаются но на самом деле очень легко и просто снимаются так теперь давайте проверим действительно ли это так действительно ли отклоняется все все эти вот наши излучатели туда куда надо или нет для этого возьмем вот такую обычную батарейку 3 вольта можно вообще один и 5 вольт взять но я взял 3 она более показательное отклонение будет более существенное потом подсоединяем на какой-нибудь проводок я возьму просто крокодильчик вот такой так плюс в этой батарейки находится вот здесь теперь поближе сделаю чтобы было понятно что происходит здесь находится плюс и мы минус подсоединяем к этому проводу и сюда тоже минус потому что минус на здесь здесь у нас плюс слышим как происходят звуки но они разные и так надеюсь что камера увидит видно да что отклоняется в правильную сторону вперед здесь отклоняется вперед или подождите или все-таки назад нет вперед все правильно вот чик отклоняется вперед я хорошо 2 смотрим 2 видно на я надеюсь а этот отклоняется назад вот здесь неправильная полярность значит во втором динамике у нас неправильная полярность значит его по-любому придется разбирать и перепаивать просто ему полярность я вообще хотел разобрать вот эту сторону и здесь напрямую включить без регулятора громкости кстати в наушниках еще есть usb разъем а для чего он нужен не только для того чтобы здесь светился вот этот вот наш просто подсветка такая красивая дракончик да а еще для того чтобы можно было усилить басы потому что здесь еще встроенный усилитель басов вот такая крутая штука и даже если подключить каком-то повар банку типа вот таком вот и включить обычный телефон подключить для прослушивания то басы тоже будут усиливаться это круто так ну что же разбираем вот эту сторону для этого нам подойдет любая вот такая вот отверточка я надеюсь что она подойдет да вроде как подходит паяльнички уже разогрел казалось бы так легко все это было исправить а я потратил практически на новые наушники реки джи если на российские деньги перевести это практически так 70 долларов в общем ну посчитайте сколько сколько это на самом деле 150 белорусских рублей это около 70 долларов так уго ничего себе а вот такой я вообще не ожидал офигеть здесь два динамика они широкополосные или чё то такое вообще это как называется реально они что реально широкополосные вот это высокочастотный динамик получается это низкочастотный ли что в чем прикол так подождите вот это мне уже вообще интересно стал это реально интересно это как будто бы функция шумоподавления или что или это подсветка что это такое так секундочку включаем включаем подсветку нет все таки подсветка вот она вот она подсветка а вот а вот это что такое счет за прикол такой почему здесь только много проводов провода и сюда идут эти провода идут сюда подождите микрофон у меня с этой стороны находится. Так, придется разобрать вторую сторону, потому что вот это реально, мне это, блин, реально интересно. Это что, реально динамик, что ли? Блин, ну если сюда подвести, послушаем, кстати, звук второго динамика. Ну, есть такое ощущение, что это именно звучит, звучит именно вот это тоже как динамика. И что это за прикол такой вообще? Как оно? Как это может быть? Ладно, давайте откручу просто вот эту часть. И посмотрим, что это такое. Это я вообще такое первый раз вижу в наушниках, чтобы такая ерунда была. Ничего себе. Вот это прикол. Это что такое вообще? Это виброизлучатель? Это низкочастотный виброизлучатель. Вот как повышаются здесь басы. Вот это прикол. Ничего себе. Вот вам и вот вам и низкие частоты. Просто-напросто начинает вибрировать весь корпус, и поэтому повышаются низкие частоты. Это, конечно, я такого реально не ожидал. Это какой-то лайфхак. И хочется посмотреть, что находится вот здесь во втором динамике. Да, кстати, надо сразу исправить полярность основного динамика, потому что здесь нужно сразу перепаять, чтобы это просто потом не забыть сделать. так, чтобы вот эта однобокость исчезла. Отпаиваем. И сразу вот этот провод я отпаиваю. Сейчас вам не особо будет видно, наверное, что я там делаю. Почистим полярничек. Отлично. И сразу же его и припаиваем. Конечно, не особо это удобно, потому что сами наушники мешают производить эти все манипуляции. Так. Отлично. Так, припаял. Теперь посмотрим, правильно ли я все сделал. Подкидываю батарейку. Да, диффузор теперь отклоняется в нужную сторону. Вот. С батарейкой, без батарейки. Теперь полярность правильно. И мне теперь стало самому интересно, все это убираю, как же устроена вот эта часть. есть ли тут какой-то усилитель. Это мне очень хочется посмотреть. Поэтому я сейчас, наверное, эту часть соберу. Или, может быть, не буду даже собирать. Ну, в общем, сейчас посмотрим, что-нибудь сделаем. Разобрал левое ухо и действительно здесь есть какая-то схема. Точно такой же низкочастотный излучатель. Давайте его открутим. Так. Мне интересно его потестировать, как он работает и есть ли тут вообще какой-то усилитель. Мне кажется, здесь какая-то все-таки схемка присутствует. Не может быть, чтобы там не было никакого усилителя. И, наверное, надо открутить эту плату тоже. Но здесь надо это сделать как-то очень аккуратно. на самом деле я хотел пустить напрямую и отключить этот басовик, потому что басы действительно очень сильные и они прямо аж перегружают. Так, поднимаем, смотрим, что там за чудо на той стороне платы. Ага, она не поднимается. А, вот, все, поднялась, момент истины. И да, здесь есть какая-то схемка, она, вот она, схема усилителя, она просто-напросто, микросхема, залита. Она прямо вмонтирована на саму плату. Как бы можно сделать эти динамики просто пассивными. а так они получаются активные только вот по низкой частот, по низким частотам. Я теперь хочу посмотреть, как это все дело работает. Давайте подключим это к телефону и включу какую-нибудь музыку. Так. Подключаю телефон и включаю музыку. Так, вот басовая музыка. Так, она сейчас у нас походу играет вот непосредственно с самих динамиков. Перемотаем на басы. Так, и теперь попробую добавить басов и посмотрим, что получится. Да, когда я добавляю басов, начинает вибрировать просто. Оно не видно, но сейчас попробую показать. Поближе сделаю. Прямо очень жестко вибрирует. ну, это прям нереально показать. Это очень крутой излучатель. Вот когда я просто сюда ставлю палец, он меня просто бьет по пальцу, не по-детски. Так, давайте попробую. Я не знаю, чем... он прям внутри просто вибрации не передается наружу, а как-то внутри это все дело происходит. Он сам по себе просто вибрирует. Он создает очень сильные вибрации. В общем, это вибродинамик, вот что я могу про него сказать. Блин, ну, вибрации действительно очень сильные. Так, ну-ка что-нибудь более басовое. Ух ты, прям вибрирует. Как же он вибрирует, просто не по-детски. Обалдеть. Если... Ну-ка попробую к столу поставить. Ну, прям на стол передается, надо чем-нибудь только попробовать передать, вот какой-нибудь отверточкой. Сейчас попробую. Ну, тут непонятно, где он вибрирует или там внутри, но прям когда в руках держу, прям вибрации прям дикие. Получается, что он передает вибрации именно на сам корпус. Погромче. Это максимальная громкость. Да, ну, это, конечно, интересно. Ну, видно, видно, как он прыгает, прям ездит по столу. А, самая классная тема, как можно все это проверить. Я просто-напросто сейчас включу Function Generator и через Function Generator мы это все делаем. Что я сразу не допер? Музыка музыкой, а Function Generator это вещь классная. Так, через Function ставлю, ставлю, какую частоту мы поставим. Давайте поставим, не знаю, вручную ввиду. 100 Гц Я думаю, меньше он не будет воспроизводить, хотя он достаточно низкочастотный. Так, 100 Гц поехали, так, звук потише сделаю. Ну вот, в принципе, он вибрирует, не знаю, как там слышно, но это, наверное, сейчас вот уже, наверное, стало слышно и видно. Когда к столу прислоняешь, прям звук передается. Попробуем 50 Гц. Так, 50 Гц. Поехали. О, вот это показательное. Тише делаешь, меньше вибраций, больше. ну видно, да, что он ездит просто-напросто. Но 50 Гц, конечно, не слышно. Вот, когда я держу в руках, оно мне прямо на пальце передается, вот эта вибрация, она аж по телу передается вся. Но именно через стол он не воспроизводит 50 Гц, потому что он достаточно твердый. А когда это передается непосредственно вот сюда, непосредственно вот как бы на всю конструкцию этого всего динамика, я так понимаю, то вот это все низкие частоты очень хорошо воспроизводятся, они очень сильно низкие. Ну что ж, теперь все эксперименты вау-эффект уже прошел, как бы я уже повосторгался и надо собирать назад. Единственное, что принять решение убирать линию, убрать регуляторы громкости, потому что регуляторы громкости, они постоянно подсирают, когда регулируешь громкость. Я хотел просто сделать на максимум и все, потому что когда регулируешь громкость, они очень сильно портятся, в общем, и хрипят при регулировке громкости, поэтому здесь их можно было бы запаять напрямую, просто-напросто. сейчас посмотрю, какая здесь конструкция. Ну да, здесь можно вот тут пару просто-напросто поставить таких капель припоя, в принципе, и все, и как бы он будет постоянно на максимальной громкости. Сейчас так и сделаю. В общем, сделал напрямую, теперь это выглядит вот так. Вот такие здесь два проводочка. Это оказался правый канал, и это оказался левый канал. В общем, вот так вот сделано, и теперь громкость постоянно будет на максимуме. И можно теперь проверить, как работает динамика. Для этого я делаю просто-напросто тысячу герц, настраиваю в фанкшн-генераторе, и проверяем левый канал сначала. Левый канал работает, вне зависимости от того, как мы крутелку громкости крутим. Вот он ищет. И правый канал. То же самое. Плюс тому я померил, что сопротивление даже на максимальной громкости между резистор не давал полностью нулевое сопротивление на максимальной громкости, и поэтому динамики не играли, по сути, на полную. Было примерно около 20 Ом еще, и на самом деле это тоже большие потери. если, например, подключить телефон и слушать, вы услышите разницу в громкости. Это еще несколько там децибел, если так быть точным. Ну что ж, сейчас осталось только собрать и, в принципе, проверить, как вообще динамики работают. Ну вот с этим вибродинамиком оказалось, конечно же, очень интересно. Для меня вообще это было открытие. я думал, что тут просто... Так, стоп, секундочку. Я думал, что тут просто хорошие динамики, а тут, оказывается, вот так вот все сделано. Оказывается, тоже непростые, непростые это оказались наушники, и очень даже с интересным вот таким вот динамиком. И с помощью такого динамика можно было бы попробовать делать, передать как бы звук себе через голову, то есть попробовать вообще, как работает костная проводимость. В общем, сейчас все собираю и попробую, как они будут работать. Прежде чем собирать, пришлось немножечко повозиться и привести в порядок провода. Теперь они действительно классно все вот так вот припаяны. Не знаю, помните ли, как они были здесь припаяны, но некоторые из них были просто-напросто на соплях и уже готовы были оторваться. Поэтому пришлось немножко с этим повозиться, минуты так 20. Но тем не менее, сейчас вот все выглядит так вот красиво, просто наслаждение для внутреннего перфекциониста. В общем, осталось только собрать, ну, это уже 3 секунды. Сборка закончена, доустанавливаю амбишуры и можно будет проверять. Так, где там отверстия? Вот они. Все, в принципе, амбишуры установлены. Посмотрим, как они. Ну, отлично. Послушаем музыку. Громкость, конечно, поменьше сделаю. Ну, теперь все очень ровненько. Подключу питание для басовичков. Ну, это просто обалденно, конечно. единственное, что я не той стороной, конечно, одел немного, подумал, что не так. Вот так вот они должны выглядеть со стороны. очень плотно садятся, конечно. Теперь громкость не регулируется, но громкость очень хорошая, звук очень чистый. а вот басочки действительно добавляются вибрации. Если я отключаю, сразу такой звук более такой становится, когда ровненький такой, а когда добавляю только пауэрбанк, прям такие реально становятся, прям басы такие добавляются. В общем, друзья, если вам видео понравилось, вы знаете, что делать. С вами был Любомир, всем всего самого хорошего, вы были на канале Ликмастер, увидимся в следующих видео, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok